Мы начинаем учить сразу, в начале нашей главы, глава Итро, это в 18 главе книги Шмот, первый пасуг, первое приложение, и читаем. Итро, кто такой, Итро, Коэн, Медян, он был Коэн, священник в Медян, хотэн Мошэ, он был Зац, отец Мошэ. Итро, который делал Итро, это во все, что делал в Севишнему, Мошэ, для Мошэ, наверное, и его народ Израиль. И тут, когда смотришь читаем Раши, создаётся очень много вопросов. Первый абзац в Раши Задает Раши это комментарий с наквопросом, не просто какой-то, ну услышал это, нет. А что он такого слушал? Отвечает Раши, он услышал про открытое Красное море и война против Маликитян. Первый вопрос, который мы должны задавать, сразу вопрос, что это значит, что он услышал? Написано в пасух, что он услышал. Ну читайте внутри. Что он услышал? В выходе из Египта, что тут непонятно? Зачем что-то надо объяснить? Все написано, предельно ясно. А тут вопрос прям, что он услышал? Ну что он услышал? Читайте, что написано второго. Что он услышал? Зачем надо вообще давать за этого ответ какой-то? Это же ясно и понятно, что он услышал? Услышал то, что произошло. И тем не менее, Раши задает этот вопрос. И еще, или просто задает вопрос и отвечает, выбирает только два тема. Открытое Красное море и война против Маликитян. А Аман, небесный хлеб, неинтересно ему? А колодец, который начал ходить с ними вместе, неинтересно ему? Чего так? Что было ему неинтересно в других вещах? И действительно, мы находим еще, когда мудрецов спрашивает в Тальмуде, в трактации Ан-Хедрин, мудрецов спрашивает вопрос, а что такого услышал Итро? И три мудрецов отвечают три разные ответа. Один мудрец говорит, что он услышал про война с Ан-Маликитян. Второй мудрец отвечает, что он услышал про открытое Красное море. И третий, что он услышал про дарование Тору. Раши выбирает только двух темах. То есть, он говорит про дарование Тору нет, а про открытое Красное море и Ан-Маликитян да. Да, что это говорит? Как еще дарование Тору нет. Кто-то такое сказал? Итро пришел после дарования Тору. Мы говорили во время дарования. Где написано такое? Ну, я прошу про Синия, но он услышал. Ну, мне кажется, что... У нас вторая тема будет по вопросу о суде, который дал ему суд... Это было после дарования Тору. Это было после дарования Тору. Кто написано, что он пришел до дарования Тору? У меня два мнения по этому поводу. Да. То есть, мы... То есть, мы не знаем. Ответ действительно, почему Раши выбирает только двух мнений мудрецов. Потому что Раши по его комментарии, по обычной комментарии, которая привязана к словам Тору, говорит, что читаяц по комментарии, которые он переводит сюда, что Итурат действительно пришел до дарования Тору. К этому есть разных доказательств. Поэтому он говорит, что он услышал двух вещам. Какие вещи? Открытое Красное море и выхода из Египта. И война с Амелики Тян. Дальше мы читаем еще очень интересные вещи. Да. Я вот такой вопрос, если я не ошибаюсь, мы говорили, а тут написано, что Итрок и Эн. То есть, это он был священником, да? Правильно? Поэтому он правитель... Ну, здесь написано и... Ну, и... Не, ну вот вопрос. Он был священником и правителем, да, получается? Сейчас, сейчас. Мы дойдем к всему. Какой же вопрос, мы дойдем к этому? А? Разве к тому времени он уже не остановился? Хорошо, сейчас будем всем этим заниматься. Второй, хорошо, поскольку, что вы задали этот вопрос, Тору указывает, как вы говорите, что он был что? Он был Коэн-Медьян. Что такое Коэн-Медьян? В этом есть тоже два мнения у мудрецов. Что такое два Коэн-Медьян? Раши этого не переводят здесь, да? Он не переводит это здесь. Что это за Коэн-Медьян? В Коэн-Медьян, в этом есть двух мнений у мудрецов. И Ребе доказывает, что они непротиволечимы друг другу. Они дополняют друг другу. Один, что он был правитель в Медьян, где мы видим это, мы видим это, когда написано в пророчестве про Давид, что у Давида сыновья были Коэн-Медьян. Давид Коэн-Медьян, Давид, колено Яуда. Причем тут Коэн-Медьян? Коэн-Медьян означает, они были назначены ответственными и имели определенную власть. Коэн из слова власть. Вот, они были часть власти. Вот, то же самое, и то был правитель в Медьян. Второй комментарий, говорят мудрецов, что он был священник, который служил все виды идолопоклонничества, который только существует в мире. Ну, по такой комментарии у мудрецов, зачем Тора должна говорить лошон-гара, злой язык праитру, зачем это рассказать? Но был, уже нет, уже пришел к Богу. Зачем рассказать ему, что ты знал, он вообще был такой, такой, такой грешный. Он попробовал все идолопоклонничества. Зачем это рассказать? Зачем нужно это рассказать? А? Вот этот момент интересен. Спасибо. Не, непонятно, действительно. Что, что? Непонятно, понятно. Он уже к тому времени остался от этого всего. Я анализировал все. Дальше. Мы читаем в комментариях мудрецов очень интересный митраж, который говорит, что некрасиво поступали народ Израэль. Гнай. Гнай это как-то ну, неправильный, неправильный поступок был у Израэля. Что пока Итро не пришел, никто не благословил Всевышнему за все, что он делает для народа Израэля. А когда пришел Итро, он говорит, «Боруха Шэм». Добавьи пачитаем мета. Как он легаварит это. Идисатэй пасук, дисатэй прелажэнэ. «Ваю имер Исроэй, боруха адиноэй, эшэр ицилэс хэм, мяяд Мицраэй, мяяд Пароэй, эшэр ицилэс ом, митахас, мяяд Мицраэй. Он благословляет Всевышнему и говорят мудрецов, некрасиво было, что евреев до сих пор это не сделали. Не сделали? А песни, которые они все говорили, выход из Красного моря, это что, неблагословление? Почему так наговорит против Израиля, это против народа? Вообще неправильно, вообще некрасиво. Вот, вот все этого, все этого надо чуть-чуть понимать, что тут происходит, действительно, что тут, что тут происходит, что тут происходит с Итро? Итро не сейчас решил, что ему надо отказаться от всей дыры поклонничества. Это было очень давно. Очень давно. И ему было комфортно у себя в Медян. Он там жил полноценной духовной жизнью. Откуда мы знаем, что он отказался давно? Мы читали это еще при встрече с дочерей Итро, когда Мушей убегает из фараона, это уже было несколько лет тому назад. Он встречает дочерей Итро возле колодец, он видит, как ее выгоняют, их выгоняют, почему выгоняют? Потому что их отец отказался от всей идеи поклонничества. Они поэтому его изгнали из общества. Он уже несколько лет такой. Он очень убежденный, что есть единое Богом, что надо верить в единый Бог. То есть ему было все комфортно в жизни. И здесь Раши спрашивает тогда вопрос, когда вышли из Египта это уже месяца два назад не пришел. Когда вышли из Красного моря не пришел. Когда направили первый раз ман и слав и колодец не пришел. Что слышал такого Итро сейчас, который пришлось ему отказаться от всего и приходиться. И здесь поэтому мы находим три мудреца. Один говорит Красное море, но не объясняет почему сейчас. Надо было месяц назад уже приходиться. Второй мудрец, который говорит, что за малькетя. Третий, который говорит после дарования Тору. Но поскольку что Раши считает, что этого глава было написано до дарования Тору, ему остается только двух мнений мудрецов. И он решает этих двух мнений объединять. Как будто бы открытое Красное море. И амалькетя являются одной целой убедительной причиной, замкнутой убедительной причиной Итро выходить из своего места комфорта в Меднян и впустя приходить к народу Израиля. И здесь надо понимать что такое. Что действительно изменилось в его психике, что она говорила все, надо уходить. Есть очень красивое объяснение у разных комментаторов, которые пытаются говорить, что в этих двух случаях он понял настолько дороги народ Израэл перед Всевышним. В открытом Красном море, как мы знаем, был целый спор в небесах, почему надо спасать евреев, то есть сыновья Израэла и уничтожать египтяне. Тех совершают дело поклонничества и тех. и тем не менее всевышним вывели евреев из Красного моря и уничтожали для них египтяне. Второй у амаликатян тоже была травма. Написано, что евреев жаловались, когда закончилась у них вода, жаловались, когда закончилась у них хлеба, когда закончилась у них, по их мнению, мясо. и они задают потом вопрос, кто докажет, среди нас есть всевышнему или нет. Из-за этого, так написано вторую, пришел амаликатян и говорит, давай посмотрим, есть среди нас всевышнему или нет. Вы хотели проверить? Давай проверим. И когда Итро, который был очень наблюдательный человек, увидел, что все равно всевышнему внес сокрушительная победа против амаликатян, несмотря, что они были в состоянии грешников, он понял, что этого народа стоит присоединения. Надо соединяться к этому народу. Если всевышнему так дорожить их, что даже во время гнева он их берегает, он сохраняет их, он пытается их научить, но не сломать, то я должен быть с ними. Это очень красивое объяснение, но как мы говорим, это не хасидское объяснение, до конца это еще непонятно. Есть несколько причин, которые можем понять сами, что оно не совсем полностью объясняет ситуацию, ну, он мог это увидеть еще при Манислав, он мог это увидеть еще при первой рации водой, он мог это увидеть в разных случаях, зачем сейчас. Поэтому Ребе объясняет это более глубоко и более по-хасидскому видение, что произошло между евреем и Итро, который должен был поехать. не знаем, что евреи могут очищать мир только выше которые не привязаны к грязных клепот. Это невозможно. То есть поэтому мы огражены в 348 запрещающих заповедей, которые говорят нам, что это нельзя есть, это нельзя делать, и так нельзя поступать. Почему? Это вещи, которые связаны с три клепот, по которым если человек переступает границу и он привязывает себе к этим клепот, ему очень сложно вытащиться отсюда. Это называется уже грань вне зоны очищения. Поэтому евреев, сыновья Израила при выходе из Египта понимали, что они идут к дарованию Тору, и в даровании Тору будет изменение вся концепция связи между божественность и сотворенной. Божественность будет разрешено соединять с сотворенной, и сотворенными могут быть подняться вверх и слиться и объединяться с божественностью. И это большое изменение в мире. То есть начнутся реально при выполнении условий всевышленному соединение между кожей коровиной, которая станет филимной, это будет цветой, или соединяться через святок Тору, которая написана правильной и читается через еврея в Тору, и он становится святой вещь. И когда человек будет молиться всевышнему или учить Тору, то его ум, его сердце будет наполняться божественность, и он станет другой человек, он станет святой человек, правильный человек. И это большое изменение, которое всевышний планирует и будет делать с ними при даривании Тору. Только и рев могут очищать по-нормальному только до уровня, который им разрешено. И когда Итро это тоже понимал, и он был очень наблюдательный человек, и он видел, как открывается море, а море символирует открывание открывание всех видов миров, божественных миров, что это значит открывать? Открывать значит раскрыть глубина духовности, которая есть в каждой и сотворенной, раскрывается, они выходят уже другими, уже более подготовленные, а потом направляют против них Амалек Итян Что такое Амалек? Понимает Итро Амалек это корень всех клепот Почему это корень всех клепот? Что в смысле является Амалек? Ах лаждаю шеи средства любого начала Зла начинается с охлаждения Когда ты видишь человек который хочет тебе объяснить что можно делать что ты хочешь что он начинает говорить что ты серьезно ты точно веришь что он делает когда он это говорит Ну что он аргументировал себе Нет не аргументировал Что он пытался делать Охлаждать твои чувства Когда человек говорит себе Ну сегодня буду так Что он делает У него такая убежденно что надо ходить в синагогу в субботу Но сед у него такое чувство Ну и сегодня буду Что это значит охлаждение Все начинается с холодных чувств Холодные чувства строят любого начала зла Это начало всего Что такое Амалек? Что Амалек пришел делать? Он что пришел победить на воду? Нет Он пришел говорит всем видите можно можно воевать Он охлаждающий Говорит Титру Амалек поскольку Говорили что Идея поклонничество Как начало Идея поклонничество Идея поклонничество начало с того что сыновья Ноаха и внуки Ноаха Ноаха Они не отказались что Они говорили что конечно они были очень наблюдательные люди и достаточно образованные Они заметили что когда появляются зазвездия в таком виде появляются какие-то других поведения мира Людей других рождаются Погода это было очень естественно Мы говорим о поведении людей Оно меняется Меняется по сути Поведение счастье которое посещает разными людьми Случа происходит по-другому И они начали наблюдать всяких разных проявлений которые проявляются с движением звезда и они еще глубже учились и понимали что есть такой вид силы в мира и такой ангел который дает такой в мира и такой ангел который дает этого мира и так поведение весь ступень сады и шталши люди которые мы знакомы и хасидут они дали честь каждого из этих ступень и говорили вот он тоже сильный а вот этот тоже сильный а вот этот тоже сильный и каждого из них они начали придумывать как к нему подходиться как другими словами угадать его желание с пониманием что если я буду угадывать желание такой-то ангел который отвечает на чего-то я получу больше а если буду угадывать этого то у меня будет больше хороший а если богу угадывать вот это будет лучше и тро не просто как думают что он побывал этого кукла а потом этого кукла а потом третья а потом этого образа нет он dB и каждые ступенки он попробовал а это действительно самый главный а это действительно самый главный и каждый раз когда он поднялся выше он говорит не нет это главное а что есть ниже не решающий а поднимается еще вверх нет это не решающий а может быть он он поднял еще вверх а может это решающий пока он не дошел до конца И поняли? Нет, нет, нет. Они все не имеют никакого воли. Есть воля всего, ко всему есть воля одного силы. Сила Творца. А этого Творца, он отвечает на все, а все остальные атрибуты, которые есть, они являются как топором в руках человека. Они инструмент, не имеют никакого решения. И когда он видел, что Амалек имеет наглости после всего, что произошло, приходить и воевать, он говорит, я должен. Теперь я должен. Он приходил и говорил, я благословляю Бога, да я говорю, что так оно и есть. Я видел, все видели дело поклонничества, и я говорю, что есть один Всевышний Бог. И это был решающий шаг для Драбанья Тору. Да. Но есть такой Медраж, который говорит о том, что Медянитяне были союзниками Амалека, и в принципе, Ютро собирался примкнуть. Ну, Медраж я это не читал. Если вы почитаете, я скажу, что я думаю. Пока я не читал. Так, есть еще один, есть еще один очень-очень красивый, очень серьезный вопрос. Вопрос в том, что за что называется Итро-Итро. Мы говорили, что у него есть цем имена. За чего его назвали Итро? Потому что он добавил себя куксори. А? Добавил себя куксори. Не себя куксори, а себя куксори. Ну, киньи. Что-то он, короче, добавил. Итро, говорит Раши, шево шемот не креулло. Он не во бола сем имена, рауэль, йетер, Итро. А почему она называет его Итро? Йетер, ал шем ши-йетер параша хат ба-Тора. За тово, что он дополнил. Адна глава автору. Адна глава автору. Итро, то есть к этому, Йетер. Добавили еще буква ВАВ. И это было после того, что он принял еврейство. Правда? Вообще-то написано, что Итро в цифровое значение это шестьсот тринадцать плюс три. Шестьсот тринадцать заповедей. Да? Плюс три, три, когда человек принимает ги-юр, принимает еврейство, у него есть дополнительные три заповеди, которые он должен не понять. Укнуться в микве, обрезание и приносить чертоприношение. И вот поэтому называли его Итро. Это шестьсот тринадцать плюс три. Хорошо. Но где написано, где называется Итро, Итро? С нашей начала главе. А когда его назвали Итро? После ги-юр. Это было когда? Позже. Так почему называют его Итро здесь? Нет, но его называют Итро, но еще не называют Етом. Получается, что изначально, еще до начала нашей главе, уже назвали его Итро. Так когда он, когда ги-юр произошло-то? Значит, раньше ги-юр. А потом, скажите, вот, Дилг-юр теперь Итро. И действительно, мудрецов в этом очень серьезно относятся к этому вопросу. Есть разные объяснения, что это было как пророчество на будущее, что называли его вначале Етер. Ребен не принимает этих ответов, у него очень длинный, очень красивый ответ. Я скажу только абзац. У Итро есть такое очень интересное, мне интересное высказывание мудрецов, что после разрушения храма не остается у Всевышнего места в нашем мире, кроме четыре локтей за контору. Что такое четыре локтей за контору? Что такое четыре локтей за контору? Так написано. Четыре локтей за контору. Четыре локтей, мы находим это в законе субботу. Мы читали это в прошлой главе Тору, что запрещено, закон мудрецов, неважно, запрещено выходить из определенных территорий в субботу, и мудрецов говорят, устанавливают, что территория человек, это четыре на четыре локтей. Вот это место, которое человек имеет свой. Собственное место, это четыре на четыре локтей. К этому есть очень много правил. Очень много правил. Не важно сейчас. Купли-продажи, правила, много-много законов. Что такое четыре локтей? Почему четыре локтей? Три локтей Это рост человек Без головы Метр шестидесят Метр пятьдесят Метр сорок разных мнений Без головы А почему четвертый? Четвертый, когда он поднимает руки Когда он поднимает руки У него четыре локтей И поэтому мудрецов дали ему Четыре локтей Зачем надо поднять руки? Причем тут руки вверх? Ребе говорит, что это Одно связано с другим Главный у человека Разделен на трех частей Голова Сердце А потом физические способности Ноги, руки Ноги, руки Деловой Деловой часть Это Входит В процесс человека Вишний человек, что? Випаление заповеди Связь со Всевышним Связь со Всевышним делается Когда человек делает что-то с руками Когда он поднимает руками вверх Он связывает руки Со Всевышним Поэтому И Рамбам объясняет Есть в Тору Три частей Пшат, ремес, друж Обычная Тора Нишну, гим, море Есть мидраши А есть четвертая часть Это божественность, которая в Тору Сот, каббале Да То же самое В учении Тору Есть несколько частей А главное чего? Випаление заповедей Когда ты учишь Аллаха Что такое Аллаха? Вывод Вот Итог Закон После Вся понимания Вот Это связь со Всевышним И Тро У него тоже Четыре буквы Итро есть разное Но Итро Который Добавил Еще одна глава В Тору Это Итро Который Заключал Союз со Всевышним И поэтому Его имя Изначально Написано В Тору Такая Такая Который Говорит А Итро Связан с Богом Вот это Четвертая Итро Будем продолжать Дальше Знаете Что я Говорил Такого Которого Можно задавать Много вопросов Но я буду продолжать Еще одна Очень красивая Тема Которая Нам нужна Чуть-чуть Поразбираться О чем? Совет Итро Итро Дает совет Откройте Пожалуйста Тринадцатый Приложение Посуг Тринадцатый Восемнадцатой Главе На вчерашний день Вчерашний Какой день? На завтрашний На завтрашний день Какой завтрашний? Завтрашний Это означает Когда Моше Спустился С гори Синай Второй раз После Кипур Моше Сидит Судит Народ Вая Моедо Ом Мал Миша Мин Набо Кераду Арев И Народ Сабрал Са Услит Моше Сотра Дович Вая Вая Хой Сан Миша С Кол Ашер Кол Ашер Хой Се Ла Ведел Ведел Итров Соштон Дилет Народ Вая Мо Мо Добро Ашер Ато Иссе Ла Пачиму Титак Ведюш Себьей Пат Нас Народу Маду Ата Йешев Лавад Кол Ва Кол Ам Ницав А Мин Бек Кераду Арев Пачиму Ти Сидиш Ивсе Стоят Пир Тобой Тот Ишо Скрита К тому Что Ти Не Уважаешь Ивре Ты Сидиш Ам Стоят Сутра До Вечером Вая Мо 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 Прад Ва К Йоб Йелай Хо Ом Нед Гей Шелай Когда Народ Приходит Ко Мин Спросить Алла Ат Севишнаму Как Надо Вести Сиби Я Должна Твичат К Йелло Дово Когда У них Есть Вопрос Бо Элай Они Приходят Ко Мин Вешафати Я Сужу Бен Ишу Вен Рею Между Человек Его Другом Я Должен Соб Соб Закон Всевишнему И Его Навишение Дальше Ва Йо Мо Мо Шелло Говорит Ему Итро Ло Тейва Довара Шерату Неправильно Как ты И поступаешь Почему Восемнадцатый Посух На Вольте Бойл Как перевод На Вольте Бойл Из Не Можешь И Ты Из Не Можешь И Ты И Народ Этро Перевод Не Бух Ван Увьяниш И Увьяниш Увьяниш Это На Вольте Бойл Это Как Увьян Увьяниш Вот Ты Так Он Говорит На Вольте Бойл На Вольте Бойл Вообще На Святом Языке Это Относится К фрукте Овощей К растения Когда Начинается Уже Портиться Это Называется Невила В Румыне Ивры То же Самое Невила То Он Пользуется Такая Как Притча Такая Ты Станешь Увьяниш Ты Увьяниш Ты Спортишься Неправильно Будешь Будешь Выглядишь Да На Вольте Бой Увьян Увьяниш Гам Ата И Ты Гам Омазэ И Этого Народа Народа Ашерим Почему Потому что Это Слишком Тяжело Для Тебя И Не Можешь Сам Делать Это Очень Интересно Раши Говорит О Гам Ата И Ты Тоже Что Такой Гам Ата И Ты Тоже И Кого Еще Он Один Гам Ата И Ты Тоже Тоже И Еще Кого И Он Объясняет Ле Работ Допонять Агарон Вехур Вешивимскеним Агарон Ихур Сын Мирьяма И Семьдесят Мудрецов Ни У кого Нет Вопрос Агарон Хур И Семьдесят Стариков Ни У кого Никаких Вопросов Не Появляется Ну Еще Нет Стариков Мудрецов Сидит Их Есть Мы Читаем Что В Дарование Торы Их Есть Мы Читаем Он Сейчас Судит Один Еще Еще Жош Нам Много Вопросов Хур Хур Погиб Это После Дарования Тору Раши Это Пишет Да Когда Когда Аарон Направдывает Себе И Он Говорит Я Боюсь Что Они Будут Меня Убить Раши Говорит Они Убили Хур Мы Говорим После Дарования Тора Нет Хур Ну Мы Говорим Махарат После Дарования Тора Где Хур Нет Его Как Тогда Вот Это Вопрос Нет Когда Хур Погиб Когда Хур Погиб Дарования Торы Ну Когда Был Грех Золотой Телец Ну Так Мы Еще До Него Не До Шли Как Не До Шли Мы Уже После Йом Кипур Был Какой Порядок Мы Не Читали Про Грех Это Это Написано В главе На Правда Но Это Не Важно Ваши Не Может Говорить А После А После Йом Кипур Что Ты Не Можешь Это Не Только Ты И Еще Прилагающие К Тебя Помощники Уже Существующие Как Как Агон И Хур И Сем Дес Стереш Секундочку Хур Нет Он Умер Какой Цитаз Сейчас Когда Порядок Порядок Мы Говорим Что Этого Беседа Происходит После Того Что Можешь Спускается От горы Синай Когда Это Было Порядок Шестого Шестого Или Седьмого Сивана Он Поднимается В горы Синай Первый раз Спускается Обратно В Семнадцатого Томуза Грех Золотой Телец Он С ними Разбирается Сорок Дней И Первого Иллу Он Поднимается В горы Синай Второй раз Спускается Десятого Тишрея И Тогда Следующим Утром Он Сидит И Судится Приходит к нему И трой Говорит Как ты делаешь Когда Хур погиб Грех Золотой Телец Еще До Семнадцатого Томуза Может Еще На горе Еще Одна Сутка Еще Еще Один Еще Один День Ну Непонятно Где Попад Где Появился Хурпит На самом Те Дело И Еще А Сейчас И Еще Очень Интересно Дальше Посмотрите 23 Пасук Заканчивается Речь Моше И Тро И он Объясняет Свой Мисл К Моше И он Говорит Если Послушаю Моем Совете В Цивхо Элогим И Всевышнему Одобрец Моих Предложения Тогда Будешь Стоять Ты Можешь Управлять И Вес Этого Народа Сможет Состоиться Что Говорит Вес Этого Народа Это Кто Вес Народ Израиль Нет Говорит Раш Нет Вес Этого Народа Это Агагон Надав Авигу И Семь Вес Старешиной Куда Пропал Хор Умер За Один Совет Умер Он Говорит Ему Речь Посередина Умер Хор Ну Что Случилось С ним Ну Во-первых Ребен То Нет Понятия Хронологии Нет Понятия Раньше И Позже Одни Другие События Расписываются С разных моментов То Есть Ты Хочешь Говорить Что Этого Объяснение Что Нет Хронологии Да Которая Есть В нашей Ситуации То Это И Говорил После Голова Носок И Все Это Написано Здесь Но Он Говорит Речь И Его Речь Тоже Без Хронологии То Он Говорил Один Речь А Потом Говорит Через Два Месяца Еще Один Речь И Посередина Умер Хур Но Это Вообще Никак Когда Мы Говорим Нет Мукдам Муха Батура Нет Хронология Втору Это Не означает Что Все Хаос Это Означает Что Есть Иногда Ситуации Которые Хронология Не Сохраняется По Какие Причины К этому Есть Причины Например Здесь Мы Говорим О И Мы Говорим О Его Принятый Геюр Соединенных Еврейского Народа И Причина Почему Он Объясняет Вот Этого Главы Этого Дополнительного Он Ввел Тору Вот Это Причина А Посередина Его Речь Нет Хронологии Это Вообще Никак Не Катится Причина Очень 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 Простая И Тро Объясняет Ему Если Вы Почитаете Внутри Он Объясняет Муше Его Аргумент Он Говорит Когда Ты Поднялся В горе Синай Ты Поставил За Арон Ихур И Семьдесят Старешина Ответствовался За народ Что 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 Произошло Убитый Хур И Расслаблен Арон Убитый Хур Он Вяленый Он Упал Из дерева Он Умер Или Арон Что Он Замалковал Он Пытался Тянуть Время А Этого Ослабления Он Тоже Был Вяный Он Он Не Выдержал Нагрузку И Семьдесят Старешины Не помогли Ему Никак И Это Привело К чему Когда Ты Отсутствуешь Грех Золотой Телец Если Ты Послушаешь Меня И Выберешь Мы говорим Десятки Тысяч Людей Посчитайте Математику Да Семьдесят Семьдесят Шесть Тысяч Если Я не ошибаюсь Семьдесят Шесть Тысяч Если Ты Назначил Семьдесят Шесть Тысяч Судь Которые Должны Заниматься Народом Это Другое Дело И Тогда Когда Ты Покинешь Народ Ну Будет Будет Нормально И Народ Который Ты Оставишь За собой В ответственности Он Будет Жить Поэтому Когда Он Говорит В первый Раз Он Переводит Ему Ситуация По сути Посмотри Что Было Хура Он Погиб Посмотри Что Было С Агона Он Вялый А Поэтому Когда Он Говорит Ему Результат Если Поставишь И Послушаешь Меня Поставишь Семьдесят Шесть Тысяч Человек Ответственный То Ответственный Над ними Который Является Кто Агон Надав И Абью И Семьдесят Старешиной Тогда Они Будут Состояться Тогда Они Будут Правильно Управлять Управлять Ивреем Вот Вот Этого Аргумент Который Является Теперь Вопрос Который Мы будем Говорить Об этом Очень Коротко Мы Говорили Об этом Несколько Лет Подряд Поэтому Я не считаю Что Надо Сейчас Расширять Этого Тема Известный Вопрос Почему Мошен Не ловил Этого Мисла Почему Нужно Нужно Говорить Об этом С И Тро Что И Тро Умнее Мошен Мошен Не понимал Что У нас Проблем А Всевышнему Почему Не говорил Об этом Раньше На самом Те Дело Это Каждого Из них Живет Другой Другой Взгляд И Тро Как Мы Говорили Он Пришел Снизу Из Идала Поклонничества Он Смотрит Вишей С Их Корень Зла Как Они Поднимаются Вверх Он Говорит Вы Хотите Что Твой Народ Будет Великий Как Ты Ты Хочешь Это Но Ты Не Понимаешь Так Не Работает Моша Говорит Я Вернулся Со Всевышнему Я Не Хочу Быть Посредник Я Не Хочу Стоять Между Всевышнему И И И И И Я Хочу Что У И И И И И И И И И Если И И И Во Время Дарабания Тору Как Мы Будем Читать В Субботу Отказались Почему Отказались Они Говорят Мы Испуганы Мы Не Можем Будешь Ты Говоришь С ним А Мы Будем Услышать О Тебя Говорят Хорошо Сократили Поставили Между Мной И Им Мне Я Что Поставлю Еще Семьдесят Тысяч Человек Не Хочу Но Всевышнему Говорит Моше В конце Концов Я Понимаю Что Ты Не Хочешь Но Надо Заботиться О Народ Твои Желания Они Очень Важны Но Так Нельзя Продолжение Продолжение следует